и вот так и вот так выглядит мой шикарный сегодняшний обед купила себе литр пива так сказать уже отдохнуть так и отдохнуть я обычно литр не выпиваю но чуть больше ну может не всем выпиваю купила вот такие чипсики малосольным огурчиком юля таки с россии привозила грелонов таки нет уже у нас стали выпускать и мои сухарики которые меня не изменяя со вкусом кальмара обожаю их и решила сливить и пообаловать скумбрии мне захотелось вкусняшки я сначала хотела моему купить не что-то пострел все же я куплю себе лучше скумбрии с черным хлебом ой как я сейчас буду пировать слюни уже начинают течь все всем приятного аппетита приятной субботы и вообще хорошей жизни и выходных и радости жизни и короче балуйте себя иногда вот такими вкусняшками у нас уже наметился закат 7 15 вечера смотрите уже садится солнце все день все короче короче и я решила испечь нам вкусное печенье которую собралась испечь прошлом ходу но сегодня решила найти себе в силы и сделать это а печь я буду венское печенье с вишневым таким вкусным обалденным вареньем я уже сделала низ прослойку и сверху вот на терке надо натереть второй слой и отправлю печь в духовочку все поставил духовку свое шедевральное печенье это варенье растеклось туда лучше конечно такой а-ля мармелад густой как вот я в испании кто живет в испании такой меркалоне покупала да там абрикос вот такое ну такое короче более плотная ту жидко но все растеклось но и тесто тоже сейчас подросло я открывала посмотрела в духовку на соде такой огромный у меня пирог на весь противень получается а сейчас ставлю кадры как мы заходили магазин после пущи зашли магазин и не знаю что вкусное купить и в итоге накупили вкусняшек и я решила испечь это печенье но так у меня не дошли руки на следующий день это сделать поэтому я пеку его сегодня но сейчас ставлю те кадры что же мы в итоге купили в тот день из вкусняшек ехали маршрутки забыли в капуще я юля говорю что мы будем есть не будем есть игры что тогда будем пить чаще вот зашли магазин называется купить вкусняшек я хотела купить только вот такое пирожное я купила пирожное такое с черникой а юля себе шоколадное взяла да и завтра я хочу испечь венское печенье для нас то вот купили яйца маргарин я взяла мука и буду завтра печь вот такое венское печенье загружала шорст и вспомнила что я пекла такое печенье на тенерифе сегодня купила еще две штучки такую вафлю купила но она просто глазированная вот таким белом шоколаде юля себе взяла птичьи молоко такое птичьи молоко что-то у нас еще бананы я взяла себе желе не знаю когда я его буду есть сейчас или завтра уже на завтрак сметану взяла может работа есть пельмени на обед я так сказала что я хочу сейчас вредно какой-нибудь в такой воды пепс мне тоже такое бывает накатывает взяла себе питьевой теус такой ты взяла типа греческий йогурт как это я уже показал вот такой наш девичий улов я быстро сходила в душ а тем временем юля нам заварила чай будем есть вкусная берешься я свою она свое я хотела с ней поделиться на половинку но мне захотелось свое все здесь уже вкусняшки или порезала так что всем приятного чаепития на пока печется печенье в духовке у меня все время что-то посмотреть я обычно делаю скриншоты вот то что мне нравится какая-то вот нарезочка идет в инстаграме но посмотрел что все сериалы и не не хочется начинать смотреть новые сериалы если я не закончила смотреть предыдущий свой испанский сериал мне осталось две серии поэтому я включаю свой испанский сериал а потом буду рассказывать свой испанский сериал который у меня сегодня приключился в моей жизни а тем временем а тем временем успеем пирожок если немножко подгорело за счет варенья то что оно растекло все видите по краям поэтому вот тут немножко коричневое будем резать и пить чай заварили уже в чайнички чай будем пить с лимоном такой черный чай ой как вкусно вам сейчас будет все мы попили чаек такая гора печенье еще осталось а это тоже не могла подрать потому что у нас плита стоит неровно из этого края подгорает то есть немножко здесь подгорело здесь было нормально печенье так что вот на ближайшие пару дней есть нам еще попить чаёчек так ну что я хочу вам рассказать о сегодняшнем знакомстве точнее началось наверное вчера этот человек мне отправил реакцию на мою столисть и я делилась фотографиями на русской пущей и там короче сделал мне комплимент естественно я видела что кто-то мне написал не поняла где и оказалось в запросах на переписку он у меня там где-то затерялся я ему ответила на испанском языке я решила что ты какой-то с латинской америке потому что внешность такая непонятная между латиноамериканцем индусом или арабом такое знаете что то непонятная смесь смесь кого-то с чем-то но на испанском языке я решила что с латинской америки для ля-ля-ля три рубля он такой ну как испанцы так особо не говорят но у вас с латинской америки не всегда он тласер де тенеру на мига к моему ту то есть какое счастье иметь такого друга как ты знаете как будто мы уже сто лет знакомы и добро пожаловать в мой клуб друзей понимать сразу такая вот близость у них в отношениях мы же русские так себя не ведем да мы славяне а тут сразу же такие распростерты объятия я естественно ему сразу пишу типа пришли мне свои фото то что такое у него аккаунт непонятный я не хочу его светить шумал или нормальный человек на самом деле он работает хирургом живет в англии сам испанец с испанскими корнями вот такая тема говорит по испански по английскими ни слова не написал говорить по-испански такая странная какая-то смесь для меня пару фотографий с работы что он якобы хирургом там типа медик фотографии дочери вот я эти знаете аккаунты не понимаю там где и дети и работа и в итоге он пытается продвигать какой-то бизнес бизнес лидерство как там сейчас это модно да вот типа построение своего бизнеса вот такая тема ну короче понятно что какой-то левый аккаунт а не настоящий и буквально два-три лайка ну к аккаунту вернемся позже сейчас я хочу с вами про переписку мне как бы человек понравился внешне думаю общаюсь я ему говорю давай фотку но сразу проверка может такой бот или там еще кто он вот я щас покажу что он мне накатал такой текст надо я тебя понимаю что тут много типа фальшивых людей профайлов и все такое но ты меня обижаешь ты меня обижаешь вот смотрите какая идет манипуляция то есть это общение мне было очень похоже на общение с моим первым мексиканцем вот просто один-в-один ты меня обижай значит уже идет чувство вины да я да я я хотела ему написать что у тебя проблема самооценкой но уже не стала человека обижать я ему просто написала ну окей тогда я тебя не буду писать естественно тоже была манипуляция с моей стороны он мне тут же скидывает фотографию ну как бы по фотографии совпадает с профилем не такой прям он там красавец как у нас как в инстаграме там своем профиле но лицо одно и то же да окей продолжается наше общение он мне говорит что я до медик хирург ортопед работает я перевожу сейчас испанского потом медленно буду говорить на лимане в германии но сейчас он в газе да типа я так поняла в иерусалиме там где там эта война идет от оон он там представитель он там как бы не оперирует но типа какими-то там в этими бумажными делами у него до 14 лет она учится в англии пансионате сам он вдовец уже как пять лет вдовец вот ну мы буквально там 10 минут пообщались потому что мне надо было понять это реально человек или нереально стоит ли мне с ним общаться но такие начались какие-то вещи такие совпадения да что ночью похоже на мошенничество или он что-то про меня знает или что ну потому что я ему такая стала говорить крюл ну бред и кто откуда китя корни он я вот типа мама у меня испанка покойная мама опять же мама покойная жена умерла на и такие эти истории для меня очень такие совпадения да я могу руки игры ну если ты вот корни испанский гуля вот в октябре лечу мадрид гри давай встретимся и тут он мне пишет что вот я вот последний мой понедельник был мадриде перед командировкой в эту газу и вообще я мечтаю купить дом мадриде и открыть свою частную клинику это же мёд это же мёд для моих ушей я же хочу жить мадриде богатым успешные мужчины понимаете которые будут как у которого будет свой бизнес какой-то да я ему говорю да да хорошо это моя мечта иметь такого мужчину как но потом опять начались какие-то такие у нас вот проблемы в замопонимании потому что он сказал что у него погибла жена и типа в день рождения его жены у него тоже случилось авиа автокатастрофа не авиа автокатастрофа я у него спросила так что у тебя какие-то проблемы со здоровьем он не отвечает он я вот он какой-то мне начинает другой вопрос задавать я у него спрашиваю ты можешь ходить то есть он опять этот вопрос не реагирует и начинает вот я сейчас вставлю вот этот кусочек и начинает внести какую-то пургу про ватсап я надеюсь ты не будешь меня мы вообще даже не говорили на тему того чтобы поменяться номерами созвониться я у него ни слова не сказал про ватсап не попросила номер ничего такого он тут ни с того ни сего пишет про ватсап что я надеюсь ты не будешь меня беспокоить ватсап или я тебя не буду сильно беспокоить своими вопросами ну какой-то такой знаете как будто как в некоторых вот предложениях чувствовала что это бот ну то есть как не человек отвечает а как-то как-то как машина знаете как бы нет логики в этих ответах такое какое-то непонятно для меня было вот это такая тема я ему скидываю голосовую говорю какой какой ватсап мы вообще как бы не говорили ничего про ватсап и что ты мне не дашь свой номер я говорю нет не дам тебе свой номер как бы пока я тебе не верю вообще и потом я зашла к нему в аккаунт и получается что в аккаунте у него ни одного друга нет с англии ни одного все женщины друзья то есть получается что то тоже там люди которые занимаются медициной и самое прикольное один единственный друг у него с канарских островов с тенерифы представляете луз гигантус занимается я так понимаю вот этим яхтингом там короче возит туристов на те морские прогулки вот единственный мужчина у него и там из 24 друзей и живет на тенерифе и я вот ему спросила еще он мне ничего не ответил это было еще днем я ему написала до сих пор ответа нет но посмотрим но мне просто 99 и 9 что-то какой-то бот что-то какая-то такое непонятное мошенничество но с точки зрения вот ну просто мне интересно а что на самом деле как так может быть что вот такие вот совпадения что он знает про мадрид и человек с тенерифа у него друзья я этому человеку я провела свое мини расследование да я этому человеку написала знает ли он этого человека вот потому что говорю ну хотя вот у вот тысячи там друзей тоже такой какой-то мутный человек я таких людей не понимаю где у них по тысяче друзей то есть таким людям веры мало скажем так я еще там могу понять там 300 400 друзей но не 1000 не 700 так что жду ответы что и как прикольно было бы если бы это был настоящий реальный человек но игры что 99 процентов я не верю что это реальный человек и в тему пива посмотрела видео испания без розовых очков своей коллеги по ютубу юлии да она была в деревне и пила пиво и села за руль вы представляете не представляете как можно выпить пиво и сесть за руль в испании можно все на вот я пожила в испании если раньше белоруссия выпивала раз неделю пиво не понимала что это нельзя это вредно все такое прочее алкоголизм не на самом деле конечно шутки плохие но иногда я считаю что выпить можно и в испании даже можно выпить пиво и сесть за руль а знаете почему потому что в испании пьют слабоалкогольные вот основном напитки пиво там два бокала вина то есть люди не злоупотребляют алкоголь им знает мир не так как у нас знаете надо напиться надо ужираться я сижу на кассету водку пьют бесконечно все же водка вы знаете такого бьет по голове очень сильно и какая-то реально зависимый знаете все таки это спирт все таки такая зависимость у людей возникает и им надо это все чаще и чаще как то может люди не умеет снимать стресс и вот такое забытье какое-то вот временное забытье да от этой водки а пиво оно такое слабенькое как сидр то есть что-то вышло там что там чуть-чуть ты так почувствовал какую-то легкость точнее зашло ты чё там почувствовал какой-то легкости тут же оно вышло то есть такой слабоалкогольный напиток даже врачи утверждают что для женщин он полезен для мужчин не полезен а для женщин полезен поэтому я считаю что его можно иногда употреблять еще раз говорю что я не упиваюсь ну вот выпиваю а в испании вообще каждый день люди пьют каждый день люди пьют это пиво в эту жару за место воды кваса и компота вот я конечно старалась выпивать день через день не каждый день учиться свою генетику или хотя бы раз день потому что есть люди которые в обед и вечером выпивают вот я старалась в обед или вина вечером уже все мне уже ничего не надо вот это игру старалась там где-то два дня не выпивать например да вот сейчас тоже самое белоруссии вот пока я не вышла на работу я могла тоже раз в неделю выпивать а как пошла на работу у меня теперь каждые два дня рабочий и стресс снимаю надо вот выпить тоже это как бы неправильно вот но что сделать надо увольняться искать более спокойную работу таким образом да я себе еще такое какое-то правда не знаю может сейчас зима начнется мне не будет хотеть так выпить пиво потому что было жарко такое знаете лето такое как в испании расслабление выпить какого-то пиво с чипсами не знаю кстати я хотела немножко поделиться по поводу своих планов я тут что-то денег потратила на предстоящие свое путешествие мадрид все дачу забронировать хостел надо заняться будет я вот жду сейчас аванс придет мне еще надо заплатить за учебу в автошколу и в понедельке посмотрела что у меня рабочий значит во вторник этим делом займусь и что и я решила как-то подработать денег у нас девочка ходит посуду мыть в боулинг да и туда нужны официанты я уже не спросил об этом спроси говорю нужно ли официант ноготь вот в хоть два раза неделю тоже ходить подрабатывать и тут мне позвонила наконец-то девочка с которой я недели три назад разговариваю по поводу подбора няни она нашла мне семью ведь как раз маме нужно только не на каждый день по два через два вот под мой график девочки 45 годика так что вот в октябре вполне возможно я приступлю к этой подработки не волнуйтесь пьяна я на работу ходить не буду выпиваю в основном после работы так что на ребенке это никак не отразится я очень люблю детей и дети меня любят я сижу на кассе и многие детки вот так заходят ко мне и заглядывают из-под прилавка им так они просто как магнит я для них понимать они заходят и сразу так на меня смотрят я все думаю что что со мной не так я сразу же притягиваю детские взгляды и я читала что у кого высокие вибрации к ним тянутся дети животные токсичные люди так что все хотят моей энергии моего внимания так что с детьми я нахожу общий язык очень быстро им со мной интересно проводить время все наверное из новостей все что осталось за кадром возможно я расскажу в следующий раз всех люблю всех целую ждем новостей от моего этого испано-английского мэна бойфренда надеюсь что это реальный человек на крайней мере я буду держать в курсе событий что мне ответили эти люди все ставим лайк подписка естественно супер спасибо порадовать поблагодарить любимого блогера всех люблю всех целую все все хорошего до завтра пока пока